приветствую у нас сегодня немножко вне расписания лекция вот из-за того что позавчера был выходной и по выходным значит лекцию устраивать нельзя официально вот и у нас сегодня опять разговор не про linux сетями а про разработку на питание прежде чем начать говорить про что-то связано непосредственно с разработкой по всей видимости нужно сделать небольшое отступление про один протокол и утилиту которую вот люди связанные с линуксовыми с линуксовым миром вообще с миром никс систем хорошо знают любят используют и вообще применяют повсеместно ватт а чем дальше от операционных систем и чем ближе к чистой разработке тем больше тем больше значит легенд тем больше легенд нарастает вокруг этого удивительного инструмента которому лично я как linux мантейнер как член сообщества на клинок steam пользуюсь просто ежедневно по многу раз речь идет разумеется в утилите который называется секью решил вот в просторечии с сих а и про нее я решил вспомнить потому что она нам понадобится как раз для разговора прогиб спасибо вениамин вот венамин видимо поглядел в какой-нибудь соцсеть или куда-нибудь туда и знает о чем говорит да я бы тоже был не против счастья и здоровья конечно безусловно всем вам тоже счастья и здоровья значит напоминаю что в прошлый раз мы экспериментировали надо публикации в якобы удаленной репозитории а в действительности он лежал в соседнем каталоге репозитории и вся разница была в том что мы его сделали так называемый брать то есть репозиторию обнаружу без рабочей копии потому что так проще работать мы сегодня может быть увидим в чем разница вот так что вообще любой репозитории хоть как-то доступный из вашей грубо говоря командной строки гиту любым известным способом может считаться удаленным то есть пригодным для публикации вот ну напоминаю такую простую штуку заодно закроем вещь тему проба репозиторий значит где у нас тут какой-нибудь сердце а кстати ну-ка я остановил эту виртуалку а жалко а жалко значит у меня была значит виртуал очка для нулю практику полинус практику в прошлом семестре никто кроме нее не пользовался а я пользовался потому что это удобный способ не интерферировать с начинкой с начинкой собственной собственной машины вот ну да ладно хорошо тогда сделаем на моей собственной машины значит где-нибудь создадим этот самый репозиторий вот файл существует но неважно где-нибудь вот вот я понял давайте мы сделаем не так мы зайдем на факультет посоха зато увидим вот это за захождение посоха на факультет вот моя факультетская машина в данный момент я работаю в командной строке на компьютере который стоит у меня там 762 комнате и как видите с моей точки зрения разница в общем никакой какой-нибудь так вот сделаем да и вот от самой сарцария по тест является вполне себе репозиториям если мы его сейчас займите мы все у нас было на прошлой лекции или на позапрошлия уже не помню вот в которой мы можем что-нибудь писать да вот классической классический значит наш календарь вот гид . все гид комит минус а минус м комит месяч вот ну и комит через 2м пишется я часто пишу комит комит не вот но и что комит я сказал вот ну и что-нибудь еще так по ходу гид мы в колен 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 я как видите исправлял ошибку сделал ошибку в сообщении об исправлении ошибки отлично вот напоминаю что момент этот способ переписать последний комит прямо поверх вместо него же а вот а значит ну вот у нас есть какой-то гитлог и как мы уже говорили любой репозиторий в том числе ваша рабочая копия это тоже репозиторию . гид в которой все что нужно лежит вот и он любой репозиторий может являются репозиторием для публикации с которым вы синхронизирует сейчас мы наступим на одни грабли это запланирование наступления она нас ударит в лоб не больно грабли будут стоять следующий давайте отнесемся к этому свежесозданному репозиторию как к удаленному скажем ему гид клуб это можно делать вот теперь у нас есть два каталог 2 репозитория репо тесты репо не который друг от друга в общем практически не отличаются давайте даже скажем минус кубер а интересно тут написано что отличаются странно ну да ладно ходы ходы отличаются почему-то ну а логи отличаются ноги понятно почему отличаются логи же логи же фиксируют когда происходила синхронизация понятное дело что в одном из этих репозиторий флаги от отмечали когда я делал комит а в другом отмечали когда я делал фич и соответственно мер в одну умер там не был до официально вот единственное что отличает содержательно наши репозитории это конфиг потому что в репо нею в качестве ремонт одного из удаленных репозиториев указан по с именем по умолчанию origin указан тот репозиторий который считается для репо нею удаленном то есть репозиторий для публикации вот вот он тот факт что он лежит соседнем каталоге никого очень не волнует как это что хотел то и получил вот но и указано с какой веткой удаленного репозитория какая ветка текущего репозитория должна синхронизоваться вот тут написано что удаленные репозитории origin вот он у него есть ветка мастер и у нас она тоже вятка мастер и это вот так вот устроен давайте попробуем внести внести в репо нею какое-нибудь изменение и запустить его вот я вам говорю что нам вот прилетят те самые грабельки но это не грабельки такие как это правильно сказать безопасный поролоновые грабли и вот и нам расскажут почему этого делать не надо сейчас мы все это увидеть давайте добавим какое-нибудь изменение ну не знаю классическое опять же опять слова комит я написал неправильно прошу прощения и вот теперь я попытаюсь сделать get push вот эти грабли что говорят говорит get push последние пару лет он так себя ведет он следующее слушайте у вас на той стороне репозиторий с рабочей копией это значит что там полноценная среда разработки там может сидеть человек на этом компьютере и работать в это время и вы прямо из-под него собираетесь с помощью пуша выбить соответствую его рабочей копии ходу его репозиторий он поэтому что не узнает в тот момент когда мы делаем пуш в репозитории у которой развернут не только то есть в которой не только бы сам репозиторий но и рабочая копия если мы делаем пуш нефт в ту же самую ветку вот проверки мы сегодня поговорим в ту же самую ветку который сейчас соответствует ходит рабочей копией мы вот эту вот пару репозиторий рабочая копия ввергаем в неконсистентное состояние потому что никто не собирается по вот этому пушу который модифицирует репозиторий внезапно синхронизовать еще и рабочую копию который там лежит я уж не говорю про всякие страхи типа force push и так далее то есть ситуацию когда вы еще историю поменяли но даже сейчас это будет нехорошо собственно здесь вот написано что идея стоит в том что человек редактирует или даже не редактирует а в результате нашего пуша оказывается что у него какие-то накопились накопились накопилась разница между текущим ходом и это будет восприниматься как если бы он все отредактировал обратно давайте это проверим смотрите вот наше изменение мы добавили дэйт к концу нашего календаря для того чтобы запушить в удаленный репозиторий который номер надо выключить вот эту переменную ему сказать гид конфиг рисе в динай карин бранч да еще раз повторяю если мы можем в другой брать не в тот которому соответствует рабочий копия всем хорошо а вот если в тот самый тем самым происходит сейчас мы увидим что гид конфиг рисе в динай карин бранч я забыл там равно пишется нет он пробил надо сказать ему игнор 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 и вот теперь пуш сработает нет не сработал сейчас может быть равно игнор написано что игнор а что я сделал не так о спасибо его спасибо дорогой вот так вот и тупишь все всю свою жизнь конечно спасибо значит идея стоит в том что да 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 его спасибо егор подсказывает не в том месте я это делаю это нужно сконфигурировать в том репозитории в которой мы собираемся пушить разумеется вот здесь надо в репо тесте сказать что да 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 в море репозиторий можно пушить даже в карин бранч вот а вот здесь вот в репо нью теперь разработан должен заработать пуш вот спасибо еще раз обратите внимание на то что произойдет при этом в репозитории репо тест в рабочей копии осталась старая версия колен . текст и никто не озабачивался исправлением рабочей копии поэтому сейчас ситуация такая что вот те изменения которые я сделал и запушил с точки зрения разницы между текущим репозиториями рабочей копии выглядят как удаление этой самой строчки потому что она тут еще не не актуализировалась вот поэтому рекомендуется здесь сделать гид reset минус минус hard значит гид reset это способ путешествовать во времени и говорить что а на самом деле наша рабочая копия должна соответствовать вот такому комит в репозиторию который мы выбираем из из дерева комит гид reset минус минус hard при этом еще и сохранизирует рабочую копию так что если мы говорим вот так вот это очень удобная команда освоить ее означает как-то без мата я помню только неприличную цитату про то что как бы от хакать то что я нахакал вот вот как она называется значит если слово хакать использовать анхакин за хакин шита ахин племент отъезды вот вот давайте мы от хак от хакаем еще раз мы наблюдаем нечто похожее на изменения которые я проделал в действительности это просто устаревший устаревший рабочая копия перестала подпольно соответствовать нормальный вот и теперь все мы значит как бы откатили эти изменения и как бы у нас гид статус прекрасно вообще все хорошо и и и и и и прекрасно вот если вы планируете использовать некоторые репозитории нормальный в качестве удаленного и туда пушить вот имейте ввиду эту клюшку а вот теперь давайте вернемся к основной теме нашего разговора который стоит в том что сейчас я только прибью агента мне кажется без агентом будет хуже вот я отключился от факультетской машине и снова работаю на своей локальной на своем домашнем компьютере давайте мы попробуем склонировать этот самый репозиторий прямо оттуда с удаленной машины с помощью протокола ссаха который очень часто и очень как сказать активно используется по умолчанию для гита на самом деле там под кал под ковром а протокол гид сам самого гита асха является только господи лиром карьером ну короче носителем вот точно так же как многие их гид хостинги умеют клонировать по протоколах и тпс да опять таких тпс является только носителем а под ним функционирует гид вот что для этого должен сделать я до этого должен сказать ну во первых я сейчас сейчас скажу вот так вот ссх минус льда нет от от минус l минус d вот значит чтобы не возникало некоторых хитрых штук я поудалял из своего агента ссахашного ключи вот и теперь я вангу что при попытке склонировать удаленный репозиторий по протоколу ссаха то бишь по протоколу идентичному терминальному заходу на удаленную машину и работы там у меня спросит логин и пароль давайте попробуем или пользователя место и путь срц он назывался репо тест о он спросил у меня пароль вот потому что подключение по секьюри шеллу по умолчанию требует пароль вот ему сказал пароль я тут слышал что есть всякие развитые техники подбора паролей пикселизированных по звуку по движению глаз есть чек смотрит на клавиатуру вот по пятнам на луне и так далее для как-то не очень опасаюсь пока что вот хотя по движению глаз это интересно что мы получаем как видите гид сам по протоколу ссаха с нашими креденшами зашел на удаленную машину под таким пользователем нашел репозиторий который действительно оказался репозиторием вот кстати это был репо тест они рябанью в котором мы переключили давайте мы склонируем рябанью про него мы точно знаем что в него можно пушить вот соответственно заходим в этот рябанью вот и видим что это полноценный полноценный гид клон который полноценно все сделал все что надо вот у нас . гид вот у нас история вот у нас конфиг в котором черным по белому написано что origin наш это первый из рим имеющихся ремоутов вот такой тут уже прям у рель целый вот при синхронизации будут синхронизироваться heads и ремонт с оригин вот и что брать мастер который по умолчанию у нас есть один у него ремонт единственный origin и синхронизирует он собственно синхронизируется он с мастером мастер секретируется с мастером вот теперь довольно забавно получается что мы можем публиковать наш репозиторий вот там на удаленной машине давайте попробуем это сделать ну чем еще не делали какие еще хуйма и мы еще не делали да вот просто get push без указания куда нам пойдет по тому по направлению которые указаны в гид конфиге для ветки мастер мастер надо минус p вставить в конфиг пускай пейджер он не выдает для ветки мастер у нас ремонтом является origin вот и с другой стороны ветка являеткой в которую мы пушим является мастер значит если мы скажем просто get push он будет запихивать все именно туда вот вот пожалуйста так примерно происходит диалог публикации без наличия никаких бы то ни было дополнительных действий просто по факту а того что у вас той стороны есть сахар аккаунт между прочим это можно выложить запустить там какой-нибудь веб-сервер тупеньки который бы который бы это все показывал между прочим мы это можем сделать прямо сейчас смотрите ща и так ну-ка пробуем тогда как видите собственно вот и вся публикация да только он по умолчанию видимо в кодировке неправильно но это неважно смысле он по умолчанию не угадал с кодировку тф-8 ну не угадал и не угадал вот такая вот штука так сказать и публикация для очень бедных чего нам этом супе не хватает в этом не супе не хватает двух вещей в действительности одной но это как бы у нее есть две стороны не хватает во первых с нашей стороны не хватают аутентификации сингл сайт что называется то есть один раз ввели пароль и больше в общем этим не заморачиваемся вот потому что каждый раз вот когда я в эфире набираю пароль я все мне все время значит кажется что за мной наблюдают сейчас его прочтут и все придется его менять вот с другой стороны та же самая фигня только примите во внимание соображение закона больших чисел преследуют владельцев всех гид хостингов крупных в первую очередь гитхаба гитла бы там вот этого всего битбакета вот фигня стоит в том что авторизация по паролю это очень текущая штука во первых потому что пароль можно пропалить а во вторых потому что пароль нужно постоянно вводить то есть вот этот самый секрет который нельзя никому показывать вы вынуждены показывать в общем регулярно вот первое то что его надо постоянно использовать делает хорошие годные пароли уделом только таких умеренных параноиков то остальные люди делают пароль раз-два-три микки маус вот это все даже несмотря на то что их пытаются потом ограничить а вот второе более опасно потому что если там не дай бог какой троян или что-то еще короче говоря те места где вы вводите эти пароли могут быть не секьюрные сами по себе вот поэтому на гитхабе решили воспользоваться фишкой который называется саха ключ ссх ключ это часть инструмента по асимметричному шифрованию у нас тут где-то на енекс руг орг на иниксорг были значит записи подробных лекций пассаха в разделе я так понимаю программирования под видос поищите поэтому не буду сейчас очень долго про это рассказывать у нас довольно много 7 в планах на самом-то деле вас много не будешь много про это рассказывать скажу только что асимметричное шифрование отличается от симметричного тем что в случае симметричного шифрования по паролю например пароль знает и отправитель и получатель получатель паролем значит шифрует данные отправить и паролем шифрует данные а получатель паролем их расшифровывать Таким образом, чтобы вам переслать кому-то зашифрованные данные, вам этому кому-то сначала надо переслать пароль. И всем, кто собирается читать ваши зашифрованные данные, надо переслать пароль. Что же касается асимметричного шифрования, то там в нем используются два ключа. И один из этих ключей, так называемый секретный, закрытый, который никто никогда никому не пересылает вообще. А в действительности вообще даже и себе не показывают популярные такие устройства типа флешечек, на которые этот ключ можно записать, а прочитать его оттуда уже нельзя. То есть эти устройства умеют этим ключом шифровать или дешифровать, а показывать вам этот ключ нельзя, его можно только поменять. Очень удобно. Ну как бы невозможно взломать. Вот. А фишка стоит в том, что при наличии двух парных друг другу ключей, одним ключом вы шифруете данные, а другим дешифруете. И это рождает два паттерна. Один называется электронная подпись, а другой называется шифрование. Если я хочу разослать какой-то файл совершенно в открытое, который я хочу электронно подписать, то есть удостовериться, что этот файл послал именно я и никто иной, я его шифрую своим закрытым ключом, который я никому не показываю, а мой адресат дешифрует его моим открытым ключом, который я и так уже всем, кому надо, разослал и кому не надо тоже. Потому что он открытый, его нужно публиковать, он открытый ключ нужен для того, чтобы все его видели. Таким образом, в процессе передачи данных участвуют только те данные, которые и без того открытый текст, который я собирался подписать, аутентифицировать, что это я, не аутентифицировать, ну короче, забыл слово, короче, подписать, что это я. И открытый ключ, которым это можно проверить. Если я хочу данные зашифровать, я беру открытый ключ моего абонента, адресата, его личный открытый ключ, этим личным его открытым ключом данные шифрую, после чего расшифровать их может только он, ну или какой-нибудь супер мега кластер по расшифровке ключей. Вот вам, пожалуйста, и опять-таки в процессе участвует его открытый ключ, мои данные, которые я хочу зашифровать и в зашифрованном виде, они чисто практически оказываются недоступны никому, кроме моего абонента, если он не продолбал закрытый ключ, а он его не продолбает, потому что закрытый ключ копировать никуда нельзя, вообще нельзя никак показывать никому. Меня тут Андрей спрашивает, обмер QR-кодами, фотографирование, вот это все, при сигналах, волшебные смайлики в телеграмке, когда вы открываете секретный чат, это симметричное шифрование или асимметричное. Ответ чуть более сложный, выходит за рамки нынешнего разговора, это все борьба с атакой man in the middle, когда у нас первоначальная рассылка открытых ключей, вот тех самых, которые все должны знать, первоначальная рассылка открытых ключей внезапно может быть скромпоментирована, и нашему абоненту приедет не открытый ключ, наш, а открытый ключ атакера, ну а дальше-то атакер перехватит все остальные наши данные, короче, мы у Пушкина это читали в сказке о царе Салтане, там ткачиха с поварихой делала атаку man in the middle. Про это у нас был разговор на лекциях про ССХ, мы про это не будем много рассусоливать, а лучше давайте сгенерируем эту самую пару ключей. Вот, генерируем пару ключей, одна из них будет паблик, другая привейт. Паблик можно показывать кому угодно, привейт надо строго охранять, никому не показывать, вообще, значит, она на то и привыет. Тег, файл, ну давайте мы его переименуем, а то у меня такой есть, давайте его назовем rsa.tmp, поскольку он у нас временный. Введем пароль, ключ должен быть запаролен, на тот случай, если его все-таки кто-нибудь подглядит, несмотря на то, что вы его строго охраняете. Вот. Тут у меня есть такая настройка ССХ, которая показывает так называемый ASCII fingerprint. Красивая штука, правда? Вот, очень удобно, вместо того, чтобы пытаться выучить вот это, можно глянуть одним глазом вот на это, тут присмотреться, что это за фигура. Мне это напоминает аппетирующую птичку, вот у нее глаз, рот, вот это одно крыло, это другое, такой сапсан, значит, атакует правый нижний угол. И вот этот ключ у нас теперь будет все время появляться. Это называется, я забыл, как называется, короче, по умолчанию этого нет. Во! Что при этом происходит? При этом у нас вот здесь вот сгенерировалось пару ключей, ну, не здесь, вот здесь. Сгенерировалось пару ключей, вот они, TMP и TMPPAP. Обратите внимание, что закрытый ключ, даже с точки зрения Linux-системы, охраняется строже, у него нет прав на чтение ни у кого, кроме меня, ну и рута, разумеется. Вот. И вот теперь мы вот этот, вот этот открытый ключ должны скопировать и подсунуть удаленному хосту, чтобы он вместо пароля проверял, предъявляем ли мы этот ключ. И если мы его предъявляем, пропускал нас. Делается это так. Можно сделать это двумя способами. Можно просто взять и добавить этот ключ в Authorized Keys файл на той стороне. Давайте так и сделаем. Давайте так и сделаем на самом деле. Вот этот, вот это ключ. Заходим на ту сторону. Я пытаюсь, видите, уже ввести пароль, и меня это напрягает, я забываю. Добавляем этот ключ в качестве пригодного для авторизации. Файл в Authorized Keys. Просто вот так. Вот. И теперь с этим ключом мы можем туда ходить. Для того, чтобы это сделать, его надо скормить агенту. Или, кажется, так ходить. Давайте попробуем. Нет, так нельзя. Значит, нужен агент. У нас есть агент. Вот он. Вот. Давайте, может быть, даже его прибьем, запустим заново, чтобы было понятно, что это именно агент. Вот. Скажем ему, ССХ агент. Вот, на запустился агент. Он говорит, сделайте вот так вот. Хорошо, сделаю вот так вот. Вот. Проверим, есть ли агент. Агент есть. Если бы его не было, ССХ нам сказал, что он не может связаться с агентом, но он есть. Я его только что запустил. Теперь давайте добавим ему этот ключ. ССХ ад. ССХ и ДРСАТ МП. Он нас спрашивает пасфразу, которую мы заключили, защитили ключ. Вот она, эта пасфраза. Сработало. Проверим. Вот ключ, который мы только что сгенерили. Я его скормил агенту. Агент его знает. И теперь внезапно заход на удаленную машину происходит без пароля. Этот пароль, как мы уже договорились, мы сказали один раз. Этот пароль на ключ. Этот пароль не имеет никакого отношения к паролю на удаленной машине. Этот пароль именно на ключ. На тот самый секретный ключ, который вы строго охраняете. На вашей машине, которой вы строго доверяете, на которой этот самый охранимый ключ лежит, запущен агент. Вот мы его запустили. Можно было сказать, в их тиках евал с ССХ агент, в данном случае это не важно. И этому агенту мы скормили ключ, сказали пароль, и теперь с этим агентом мы ходим на всякие удаленные машины. в частности. Вот давайте проверим, что теперь git push у нас не требует никакого логина пароля. Какую мы еще команду не делали? Уна и минуса. Вот эту мы команду не делали. Вот. И сейчас, внимание, барабан и драйв. Публикация произошла вообще без пароля. Зачем я потратил довольно много времени на объяснение всего этого безобразия? Я потратил довольно много времени на объяснение этого безобразия, потому что гитхаб примерно полгода назад перестал авторизовать push по логину пароля. Или как-то если сильно это затруднил, но кажется, совсем перестал. То есть, теперь вы можете общаться с гитхабом только вот таким способом. Заведя с помощью сахаки агент себе агент этого самого ключ, положив открытый ключ, открытый, открытый ключ на удаленный, туда, на удаленный хвост. Причем там можно зарегистрировать много ключей на разные на разные случаи жизни и даже этим ключам давать разные права, что позволит вам, например, сделать такой полусекретный, полузакрытый ключ для какого-то неразрушающего доступа и его кому-то там по секрету показывать, хотя мне это все кажется странным. Вот. И тем самым у вас получается достаточно прозрачная схема по значит домашней работе и публикации на удаленной репозитории, которой на самом-то деле вы и без того все пользуетесь, иначе бы вы на этом курсе не зарегистрировались и домашки делать не могли. Тем не менее, я считаю, что для тех, кто смотрит нас впервые или заходит на каналчик, или для тех, у кого подготовка ска-ключа вылилась в нажатие какой-то специальной разноцветной кнопочки в каком-нибудь ДИИ, и никакая вот эта подковерная интрига ему была неизвестна. Мне кажется, эта информация будет полезна. Так, теперь, значит, следующая тема на сегодня это, ох, надо чуть-чуть побыстрее, это тема мерз. Значит, прежде чем говорить про мерз, давайте мы вспомним про те самые ветки, про которые мы с вами тут уже несколько раз говорили. Значит, хочу предупредить сразу ветка в нити и это такой способ иметь несколько историй разработки. О, вот тут говорит, что гитлаб пошел, Дмитрий нам сообщает, что гитлаб пошел по стопам гитхаба и если он гитлаб активно рекомендует включать двухфакторную авторизацию, а двухфакторная авторизация всегда ну как бы очень неудобно с HTTPS. Так что ключ это полезно. Просто имейте ввиду, что под всей вот этой загадочной машинерии на самом деле лежит вполне себе не загадочная машинерия, которую мы только что пронаблюдали. Значит, ветка. Хочу предупредить, что ветка в гитте это штука, это название немножко сбивает с толку. В действительности ветка это просто название для ситуации, когда у вас в одном репозитории несколько разных историй разработки. То есть несколько таких цепочков, чуть более одной цепочки коммитов, которые временами не пересекаются. то есть совершенно формально веткой в гитте называется просто какой-то коммит. И этот просто какой-то коммит, называемый веткой, но вернее даже не так за веткой стоит просто какой-то коммит, имеет право иметь собственную историю разработки наравне с другим коммитом. вот и в ситуации, когда у нас идет одна цепочка, превращается в ситуацию, когда у нас идет целый ориентированный граф, потому что у нас коммиты, вы же помните, у каждого коммита есть наследник и у некоторых есть потомок, так вот наследник и потомок это одно и то же. У каждого коммита есть минимум один предок, иногда больше и у некоторых есть потомки, а так вот соответственно коммитов без потомков может быть больше одного и это и есть условно говоря брать когда вы смотрите граф разработки действительно очень похоже как будто вы взяли в какой-то момент ответвили наш познащаться ответвили нашу разработку в другую вот но у этого у этой аналогии есть некоторые неточности про которых мутками давайте сначала просто посмотрим что это забрать такой вот у нас какой то есть какой то есть история разработки выглядит она совершенно тупо вот так тупо история тупо разработки кажется по умолчанию я тут поставил range пол то поставил вот это кудит интересно бывает бывает у него шлист побольше бывает нет верните как было не буду так больше делать эх ладно подумаем что с этим сделать плохо видно но в общем видно что тут какая-то картинка вот так вот значит да для этой разработки значит по умолчанию она значит теперь давайте возьмем и сделаем бранч ну например вот от этого места как это можно сделать можно сказать гид чекаут минус б бранч хватит ли нам давайте не так давайте сделаем не так давайте сделаем обрач прямо сейчас гид бранч ну скажем пол вот теперь у нас будет две ветки лежит это все вот здесь как вы понимаете вот они две штуки сейчас они вообще совпадают вот сейчас они вообще совпадают но сейчас наши ветки разойдутся мы будем и сделаем одно изменение на ветке мастера но нами на ветке вот давайте на ветке мастер мы продолжим хакать наш несчастный календарь я уже даже не знаю что еще можно туда 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 вставить из из ну хорошо ps вот ps вид комит минус а минус м от ps опять славка митя ошибся в нем все время ошибаюсь вот обратите внимание на то что нам говорит гид логгит 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 вот эта вот метка мастер а это метка метка old вверх а они у вас разъехались пока ничего ветвистого в этом нету до тех пор пока мы не скажем гид значит гид статус сначала скажу он будет вы на ветке мастер теперь мы говорим гид чекаут old он говорит а вы на ветке old вот гид логгит 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 нам говорит что мы на ветке old а ветку мастер вообще не показывает видите да нету того комита вас убить нам рисует тоже вполне очевидную картинку ветка мастер закончила здесь то есть помните мы говорили что это не ветка да это просто способ иметь комит без без потомка но в данном случае нет это тоже неправда да угол да есть потомок ну в общем вот а вот сейчас мы продолжим разработку на ветке на ветке old и увидим собственно ветвление да давайте новый файл создадим кроме мастер вот да это было слово календарь да скажет сначала сказать на детант вот но еще чуть-чуть сделаем там не знаю вот у нас теперь есть две две ветки разработки есть ветка origin head есть ветка old и они разъехались вот это мастер вот это old видите да значит у нас получается так что есть ветка одна и весь ветка другая и теперь это при сильно похоже на ветки да у нас есть две истории разработки которые пока что не пересекаются вот такая вот картина ну что а вот теперь внимание барабаны дробь поскольку я точно знаю что изменение которое сделано двух ветках не интерферирует друг с другом мы сейчас их просто объединим давайте попробуем давайте попробуем мастер переходим обратно на мастер вот и говорим вид мир он что сейчас будет происходить сейчас гид будет пытаться определить являются ли являются ли наши ветки во первых есть у них общий предок во вторых является ли одна прямым потомком другой вот не является почему потому что мы сделали изменение и там и там вот и у нас происходит так называемый мерч комит мерч комит нужен для того чтобы отметить ситуацию в истории когда две истории разработки слились в одну вот что при этом происходит у нас появился мерч комит отдельный а наша история содержит обе ветки и этот самый мастер и old вот они давайте посмотрим как это выглядит на графе вот вот смотрите наша ветка old с двумя комитами вот комит вот комит вот комит и вот мерч комит в которой мы слили ее с веткой мастер с одним комитом можно еще вот так сказать git log минус минус граф о вот та же самая история в в эске арте выраженная вот это была ветка old вот она тут даже написано что это она а вот этот мерч комит который сливает ситуация нам повезло что у нас не было конфликтов вот но ситуация с конфликтами встречается не так уж часто как кажется особенно при грамотном организации а давайте еще пока я покажу другой другую стратегию с влияния еще более простую которая на самом деле встречается гораздо чаще эта стратегия называется fast forward и предназначена она вот для чего у вас есть репозиторий в котором работает скажем больше одного человека или даже этот один человек вы но вы работаете с нескольких компьютеров над разными задачами и т.п. в этом случае когда один из одна из историй которые вы собираетесь слить с другой историей является прямым потомком этой другой истории не нужен мерч комит вообще ну грубо говоря вы что-то нахакали запушили а с другой стороны хотите это с этим помержится не вопрос в этом случае никаких мерч комитов не будет просто ваша история будет дополнен давайте это проверим значит как это проверить сделаем клон у этого репанью сделаем сейчас а у него нет не так сделаем интереснее блин блин вот в этом каталоге репанью будет наш наш репозиторий удаленно репанью без той истории которую мы только что нахакали ну давайте попробуем значит git cd репанью git log вот видите это кончается одно им а здесь она кончается кончается вот это дунеем вот уехал что происходит когда мы делаем git push git push что происходит когда мы делаем git push мы берем и все комиты до конца текущей ветки который соответствует наша рабочая копия публикуем в удаленном репозитории той ветки которая написана в конфиге то есть мы скажем вот так вот то вот они все туда проехали теперь давайте давайте посмотрим что происходит в гип в этом самом в репанью ща нет я забыл как как проверить ну короче я забыл как сделать так что мы проверился удаленный репозиторий не помню хорошо давайте сделаем это как это сказать пошагово git remote апдейт апдейт о что сейчас произошло помните у нас был вид конфиге один единственный ремонт который назывался origin когда я сказал git remote апдейт произошла синхронизация репозитория в то есть содержимое каталога точка гид здесь и на удаленной машине на удаленной репозитории вот теперь гид статус нам скажет знаешь мужика у тебя 4 комиты еще не знал но ты сейчас обновил значит репозиторий локальный синхронизировал с удаленным и тут в твоей ветке вот конкретно в твоем мастере не хватает 4 комитов которые тут наблюдаю в оригин мастер и мы можем сказать git pull а можем сказать просто git мерш origin мастер фактически фактически git pull это просто составная команда которая сначала синхронизирует репозиторий достаточно было сказать git fitch на самом деле а потом говорит помежится с той конкретной веткой которая помечена как соответствующие нашей конкретной ветки то бишь вот так вот и вот это уже fast forward видите нам говорит мерш в отличие от предыдущей ситуации когда мерш у нас спрашивал у нас тут мешками у вас тут ветки сливаются значит образуется слияние а тут вот видите значит то еще в данном случае он ведь так слушайте вам не хватало 4 комитов вот они нежатся да мы просто в конец их добавим и всем будет хорошо их в конец добавили и всем стало хорошо вот это другая стратегия вот это другая стратегия мержа при которой гид успевает выяснить что никаких слияния как таковых производить не нужно а можно всего лишь взять и дописать одну историю в конце другой потому что цепочка наследования цепочка истории у одного одной ветки впрямую является потомком другой тут меня вовсю начинают поздравлять с днем рождения вот особенно мне нравится слово суер мозг без буквы п видимо там имелся ввиду супер мозг но так гораздо лучше вспоминается Юрий Коваль и его бессмертная книжка капитан суервер или как она там называлась вот суер мозг это прекрасно я считаю давайте мы это отложим немножко на потом вот а сейчас продолжим продолжим лекцию давайте потому что это немножко зашумляет красивыми иконочками наш чатик значит что касаемо того для чего нужен мерж ну вот первая главная причина для какой нужен мерж это просто догнать ушедший вперед репозиторий очевидно вторая причина для которой нужен мерж это когда у вас есть достаточно серьезный продукт у которого грубо говоря существует несколько дисциплин разработки допустим у вас есть девелтмент версия тестовая версия которую уже значит нужно дебажить и продакшн версия которая у вас работает на площадке понятное дело что дисциплина того что и как править в этих трех различных видов кода одного и того же вообще приложения в точности одного и того же разное это значит что по-разному устроены коммиты это значит что по-разному устроены условия при которых коммит считается неразрушающим и так далее вот и довольно часто бывает так что люди держат просто в отдельных ветках девел тестинг продакшн и коммитет в отдельные ветки а потом перекладывают из одной ветки в другую путем разных операций начиная с простейшего мержа ну то есть взяли значит девел сказал у нас типа релиз тестеры сказали окей померзли с девел с девел веткой и давай искать баги поискали баги девел там в это время девелят потом говорят дарует девел мы тут нашли баги вот эти баги мы так походу золотаем а вот эту пожалуйста исправь прямо в девеле девел взял померзли почерепикал некоторые коммиты из защиты тестинга и пошел дальше или даже померзлил что время скорее по черепику вот ну а исправление в продакшн вообще по-другому все устроены могут быть например а еще один очень частый кейс это когда просто люди разные работают над над ним и тем же проектом они себе делают веточку в ней что делать а потом их отчаянно сливают в принципе мы с вами уже знаем что алгоритм на все делать ветку потому что иначе будут жуткие интерференции и вы друг другу будете мешать в гите не обязательно один коммит одно изменение ситуация когда никто не пушит в один и тот же репозиторий никогда то есть я знаю такие дисциплины разработки но это скорее попытка воспроизведения с помощью гита дисциплины какой-нибудь свой вот вы никогда не пушите в чужой репозиторий у вас есть репозиторий публичные для того чтобы кто-то кто-то с вашим что-то сделал с вашим репозиторием не так ваши изменения вошли в чужие в чужой исходник который вы поправили вы просите этого человека помержится с вами из такого-то места он добавляет ваш репозиторий вот сюда вот в ремонт и мержится то есть классическая схема взаимодействия большой команды состоит в том что есть один человек у которого репозиторий куда он только межит сам то ничего не пишет и есть команда которая пишет как публикует в кадре свои а потом приходит чиф и мержит причем он может работать как бы играющим тренером то есть он может быть одним из таких человек и для этого у него будет другой репозиторий из котором тоже будет нет на крайняк другая ветка на другую репозиторию удобно но чаще все таки ветками да вот вот такая схема так 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 значит это был все про мерш 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 комит мерш комит мы с вами видели это отдельная такая тема вот прежде чем перейти и поговорить про ребейс хочу заметить что далеко не всегда мержи заканчиваются успешно очень часто бывает так что в результате попытки слияния двух ветвей разработки кстати есть еще вот такая штука называется тигр вот попытка слияния двух ветвей разработки а где тут слово old а он не может не показывать слово old он должен показать их все тогда да не умеет он тогда может быть да это тоже кстати не умеет показывать ветку old так что нет видимо наши все это либо гитика который есть всегда вот он видите похожий интерфейс написанный на тк вот она это наша ветка вот она либо кудит либо еще есть гитком но я и пользуюсь с ними так вот значит ситуация когда мерш проходит вообще безо всяких без сучка и задоринки не повсеместно и очень часто если два человека работают над одной той же задачи над одним и тем же исходным кодом они затрагивают один и тот же контекст в одном и том же файле так бывает и один человек делает одни изменения другой человек делает другие изменения и эти изменения невозможно при помощи искусственного мозга которого владеет гид превратить в единое пример же в этом случае проблемы надо фиксить руками прям вам показывают файл в котором написано что именно не удалось замерзать вы мерзать руками аминдить комитом и продолжать ваш мир дальше вот это эту штуку мы и займемся на следующей лекции вот просто у нас сегодня и без того много тем но имейте так это в виду да значит мы еще про мерш далеко не все знаем мы про мерш знаем только то когда он работает хорошо а когда он работает не очень хорошо мы это еще не про ту же задачу когда нам нужно объединить две ветки разработки можно решать с помощью того самого рибы за которым мы говорили не помню лекции раньше или двумя лекциями раньше не помню да значит помните что такое ребейс ну давайте давайте я покажу что такое ребейс вот у нас есть давайте какой-нибудь новый репозиторий создадим потому что хотя сейчас я подумаю нет давайте давайте все-таки не будем создавать новые репозитории мне просто нужно чтобы в истории было несколько линейных сейчас посмотрим нам придется еще еще добавить комитов да нам еще придется добавить парочку комитов ну давайте добавим у нас какие тут есть файлы колен 3 ну не буду я как это мастер не отличался разнообразием да ну и что там еще в хуй мать да вот ох 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 значит да значит теперь у нас есть немножко линейные истории вот и напоминаю это был у нас в прошлый раз мы можем попробовать переписать эту линейную историю с помощью гитоменды не аменды ребейса гит ребейс интерактив ну например взяв за ну это вот так пишется взяв за основу последние три комита четыре да начиная с третьего с конца вот и заканчивая последний вот напоминаю да это было уже мне кажется на занять на 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 лекциях значит у нас есть несколько разных способов того что мы можем сделать с этими комитами среди прочих этих способов есть простые например можно переставить местами тупо переставить местами комиты и если ничего страшного не произойдет то они перепременится друг после друга в другом порядке в нашем случае нет потому что мы один тот же файл модифицировали будут будут коми будут конфликты вот а можно например сделать reward то есть изменить комит месседж а можно например вообще отредактировать комит сделать его другим давайте мы это сделаем значит здесь напишем е она же ездит вот начинается применять и он говорит так я тут амин дела мензил но вы сказали что вот в этом месте ты сказал что в этом месте нужно сделать паузу потому что ты хочешь пофиксить этот комит так что ты давай его фикс потом аминь его на место старого комита а потом продолжали быть наш мышь не требовали имея ввиду во видите мы тут ребейзимся походу окей давайте что-нибудь сделаем давайте сделку это не разрушающий неразрушающие дополнение чтобы не было конфликтов опять же в наших комитах ну не знаю там я уже буквально 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 вот ой нет да хотя можно и сделать вот что нам сказали нам сказали заменить этот комит гид комит минус а минус аминт комит естественно написал через одну букву м заменделе она говорит смотрите вот этот комит заменится на вот тот комит окей окей все и теперь гид ребейс минус минус континью жух дописали все в конец у нас теперь изменилась история вот тут изменились комит айди верьте мне да потому что мы отредактировали вот этот комит добавили туда добавление еще одно вот примерно так фигня вся будет происходить когда вы делаете мерш в котором есть конфликта вас остановят скажет почини вы чините делайте комит говорите все я сделал он говорит хорошо поехали дальше вот значит но мы сейчас говорим про ребейс не в ламках одной ветки а в рамках перешивания одной ветки на другую значит на самом деле очень все хорошо и доступно написано просто в help по ребейсу например git man git ребейс вот если взглянуть вот на эту картинку все становится абсолютно понятно да git ребейс это операция по перепришиванию истории которая раньше росла из какого-то старого комита а по вашему желанию начнет расти из нового комита то есть это превращение такого ветвистые структуры с двумя ветвями в линейную структуру у которой одна из ветвей внезапно растет поверх второй понятное дело что эти комиты изменятся но суть их по идее должна быть та же вот что такое ребейс в рамках веток все не более и не менее очень удобная штука давайте это проверим вот у нас есть значит наш у нас есть наш наша история разработки вот давайте мы эту историю разработки где-нибудь так же как мы это сделали вот здесь вот ой какая тут интересная штука так же как мы взятых где-то форкнем вот сдадим новую ветку а потом на нее наложим наложим какие-то изменения эти изменения перепришьем заребейзим наконец ветки мастер давайте попробуем ну допустим вот отсюда да гид чекаут 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 минус минус нью-2 начиная с этого комит айди что я сейчас делаю я одновременно создаю ветку нью-2 которая опирается на вот этот комит айди 3 с конца можно писать head тильды 2 например или head крышка 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 вот и одновременно с этим перехожу на эту ветку да вот мы застряли на этом комитете давайте посмотрим что нам говорится вот ветка нью-2 сейчас мы отсюда и начнем вести разработку и на этом графе появится новая ветвь новая 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 история ну опять таки давайте мы сделаем так чтобы конфликтов не было просто заведем новый файл я гарантирую что если мы заводим новый файл то уж точно конфликт в померже не будет и прибыли точно ну какой-нибудь файл не знаю там я даже не знаю что еще команды на свете существуют хорошо не буду комаристом маэстро опять будет не оригинален файл минус игрек минус один игрек минус колл я сказал о на год вот вот ну конечно слово комит я опять ошибся чё 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 а китант естественно новый файл во и значит давайте еще один комитик сделаем чтобы наша веточка была поветвести значит давайте сделаем комитик еще один чтобы просто эта веточка была паритмистей ну не знаю что туда что у меня с комитом непонятно а что нам говорит сейчас кудит кудит нам сейчас говорит что у нас вот завелась веточка под названием new 2 как видите все комиты упорядочены по времени их рождения вот чтобы вот так сказать была видимость именно истории а не по топологии топология удовлетворяется отдельно вот у нас есть новая ветка new 2 она зашла вперед мы на ней находимся сейчас это наша ветка она зашла вперед ветки мастер правда не то чтобы вперед ответвлилась вот от этого комита что мы сейчас будем делать мы сейчас ветку new 2 будем ребейзить на ветку мастер то есть перепришивать вот эти два комита поверх вот этих что для этого нужно сделать надо сначала переключиться на мастер кстати свитч работает вот ой нет какую-то хрень сделал не надо будет свитч делать боже зачем я так сделал а надо вернуться обратно боже 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 не надо использовать непроверенные фичи я не знаю что такое гид свитч сегодня прочел что он есть так называлась она old new 2 фу гид чекаут мастер гид статус нет все таки я что то испортил с мастером господи прости diverse а слушайте нет все нормально я же там делал мы же делали ребейз так придется задержаться немножко хотя нет давайте не будем задерживаться мы же делали ребейз у нас поменялись комиты на мастере у нас мастер отличается от от публикованного репозитория вот в чем проблема ладно бог с ним не будем тогда этим заморачиваться давайте лучше поделаем другое давайте сделаем ребейс так как мы это полагали значит вот у нас есть есть ветка мастер есть ветка new 2 вот и сейчас мы сделаем скажем ей давайте почитаем гид ребейс еще раз потому что все время забываю забываю кто на ком стоял current branching topic мы приблизим ту ветку на которой мы стоим на какую-то другую то есть надо сказать гид check out гид check out new 2 и сказать ему гид ребейс на мастер что сейчас произойдет нашу ветку разработки которая называлась new 2 с двумя комитами мы перепришьем наконец ветки мастер он говорит все в шоколаде но еще бы оно было не в шоколаде мы файлы перепришивали но обратите внимание как перестроилась история как и обещал нам ман по гид ребейсу история выпрямилась ветка new 2 внезапно является продолжением ветки мастер все комиты которые когда-то были в ветке new 2 куда-то делись они еще есть в базе наших комитах их еще можно достать по айди но они больше не участвуют в истории при первом жеребаке исчезну появились новые комиты как если бы разработка new 2 велась прямо поверх ветки мастер и наша запутанная история стала менее запутанной а вполне себе straight forward соответственно когда нужно использовать бы ребейс когда мерш а тут минус надо было написать вот тут минус надо было написать сейчас это важно этот плюс на этот минус надо поменять вот когда нужно использовать бейс когда ребейс когда мерш все мы знаем что ребейс это что переписывать историю нехорошо чтобы переписывать публичную историю просто плохо это как бы преступление против человечества и все такое нельзя переписывать публичные вот ну потому что люди как бы уже с вами помержились и как бы работают вместе с вами а вы берете и прям выбрасываете то что было и выбрасываете то чего не было так делать нельзя ни при каких условиях это обман и как бы люди перестанут с вами работать вот значит а еще бывает так что когда вы ребейзитесь те изменения которые были хороши на старой ветке отлично применились на новую ветку но в новой ветке вы доделали чего то про что старые старые вот те люди которые делали старые изменения просто не знают например раз была одна функция которую багу в которой фиксились в соседней ветке с которыми с которыми вы ребейзитесь а вы взялись копипастили у вас теперь две такие функции и одна поправилась а другая разумеется контекста у них совпал да только вот нет поэтому к ребейзу как у них к инструменту надо относиться очень аккуратно вот с другой стороны нерж коммит это всегда некоторое мелкое адище потому что вместо того чтобы четко написать вот мы взяли поменяли то на это вы говорите когда то давно был коммит который вот там меняет то на это сейчас мы его попробуем здесь применить вставить в историю в то время когда он происходил но если у вас не получится вы руками еще пофиксить и скажете а что нужно перехакать чтобы этот коммит применился то есть когда вы делаете мерш вот сейчас мы посмотрим может быть здесь будет видно да когда вы делаете мерш вот здесь например я сделал мерш да выяснилось что коммиты которые были сделаны по времени после вот этого да они как бы сделаны после то есть по времени они после а по топологии они до вот этого коммита и вот это вот различие сравните с ребейзом два коммита когда бы они не были изначально до или после и топологические по времени теперь считаются после этого коммита вот то есть идея стоит в том что если вы храните в качестве ветки какие-то изменения на upstream upstream упоротый и ваши изменения не принимает вы просто вынуждены каждый раз эти изменения мержить с upstream то получается противоестественная ситуация что ваши вот эти два коммита они по топологически опускаются все ниже 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 в истории и вам все труднее их применить они разбиваются на части которые применились и части которые вручную пофиксили и так дальше вот главная моя претензия к мержу как к инструменту состоит в том что в действительности у вас у гита и у вас постоянно слом шаблона когда мы ребейзим мы применяем наши правки на обновившийся upstream когда мы мержем мы делаем вид что обновившийся upstream применяется к нашим правкам кто на ком стоял в общем некая противоестественная ситуация но 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 ситуация когда вы редактируете историю еще хуже такие дела значит теперь пять минут буквально на зависимости при разработке python мы не успеваем разбираться с пипеновым но я и не рассчитывал что мы разберемся с пипеновым а что касается что касается зависимости при пайтом то все очень просто значит у нас бывает грубо говоря три вида зависимости на самом деле не три а два и три первый вид разделения зависимости при значит такую зависимость это то без чего чего то невозможно вот и первый вид разделения тех зависимости это на то что можно поставить с помощью пупы с помощью пипы из пупы и то что нельзя поставить с помощью пипы из пупы значит в питоне и в пипе худо-бедно обеспечена поддержка зависимости того что можно доставить в виде модулей из поэтом пакачинекс а вот интеграция с средой в которой запускается питон ну только сейчас затеялся процесс этого дела это дело как то унифицировать он будет долгим они вот такие вопросы не решаются быстро вот так что ждем пока что там все в зачаточном состоянии так что если у вас есть зависимости на системное окружение то есть на наличие в системе в самой операционке каких-то штук каких-то утилит или еще чего-то ну как это страдаете я как-то для своей лекции по automation пытался найти модуль для питона который умеет в CMake я нашел модуль для питона который умеет в CMake представьте себе есть такой модуль называется CMake он собой приносит CMake скомпилированный в бинарном виде для всех платформ прям приносит к себе там в каталог бинарник ну вот такой способ избежать зависимость зависимости на окружении вот поэтому мы их пропускаем да под лозунгом страдайте а и перемещаемся в сферу где питон более компетентен а именно зависимости на те модули которые можно доставить с помощью питона с помощью пипа эти зависимости бывают трех видов первое и главное это эксплуатационная зависимость то есть ситуация когда ваш модуль ваше приложение или ваше что-то без соответствующих модулей просто не заработает работать не будет ну написали что-то на нумпы вам нужен нумпы написали что-то там не знаю на чем-нибудь вам нужно это что-нибудь грубо говоря это то чего вы импортите у себя в этом самом в ваших питонных скриптах рантайм зависимость вы должны где-то заморочиться тем чтобы эти зависимости были в том окружении в котором вы занимаетесь разработкой эксплуатации тестирование вообще чем угодно этого вашего питания мод вторая группа зависимости это зависимости сборочные сборочная зависимость это то без чего ваш модуль не вас из вашего модуля невозможно сформировать дистрибутив сюда относятся тестирование средства форматирования документации короче говоря все то без чего вы просто не можете сделать соответствующее колесо да не можете сделать так чтобы получившийся получившийся комплект программного продукта вообще был рабочим при этом допустим те же самые средства форматирование документации или библиотека тестирования при эксплуатации не нужна тесты никто при эксплуатации ваши юнит тесты при эксплуатации никто запускать не будет поэтому сборочные зависимости это дополнение к эксплуатационным зависимостям который о котором например не интересно знать людям которые ваш модуль используют но очень интересно знать людям которые вместе с вами ваш модуль разрабатывать грубо говоря для человека который делает пип инстал чего-то что пользуется вашим модулем эксплуатационные зависимости не нужны эксплуатационные конечно нужны а для человека с которым вы вместе в команде работаете а также для человека который зашел к вам на гид хостинг прочел и решил вам помочь пофоркаться что-то поделать сборочные зависимости очень важно второй вид третий вид это инструментальные зависимости это то чем вы ставите для того чтобы у вас все работало там какой-нибудь отладчик какой-нибудь гид в конце концов идея какой-нибудь короче все то о чем вы заморачиваетесь сами вот следует их четко отличать от сборочных зависимостей если без этого всего ваш проект можно превратить дистрибутив значит это лишнего лично ваше предпочтение вы можете в вашем комьюнити ввести строгое требование что все разрабатывают допустим только в пучарме ну окей да но это если при этом ваш модуль ваш модуль не собирается в пакет питона без пучарма вообще никак то фактически вы как бы всех остальных людей которые не пользуются пучарма посылаете в лес а пучарма довольно большой монстр да там в нем надо нажимать на кнопочки никакой автоматизации вот это все три вида зависимости как с этим бороться буквально пять минут у вас отъем потому что ну а что делать как с этим бороться допустим вы создали какой-нибудь вы создали вы создали этот самый какой-нибудь виртуальное окружение минус м венф под названием ну не знаю там не важно как она называется создали активизировали пеплист говорит никого на свете говорит обновите меня потому что потому что я слишком старый у вас тут обновили его ставите какой-нибудь питоновский модуль даже не знаю какой указ на которого у вас есть зависимости я вот тут нашел прекрасный модуль на который наверное я буду делать я буду делать домашнее задание это не пепен в про который мы поговорить не успеем а другие по деле этого человека это очень талантливый человек с очень странным стилем мышления он изготавливает питоне модуль для людей видите формирует у него есть такой модуль который называется таблип этот самый таблип умеет работать с таблицами вот и вот вы пишете что-то под названием газе пип инсталл таблип вот и вам это таблип приезжает по зависимости вы говорите пип инсталл еще там не знаю что-нибудь более хитрое ну не знаю там что-нибудь что что зависимость приедет да неважно короче короче что-то понаставили да просто у нас осталось минус одна минута и я видимо эту тему еще подниму а я ее подниму когда мы будем о пакетировании просто вы должны знать про зависимость как сделать так чтобы все знали какие зависимости вам нужны как минимум эксплуатационные сборочные мы можем сказать пип фриз значит да мы можем собрать наш модуль потестировать его посмотреть что все работает сказать все работает а потом сказать пип лист и сказать что у нас вот установлен 3 модуля от которых есть зависимость на самом деле один таблик мы можем сказать интереснее мы можем сказать пить фриз который поймет что вот пип и с этап тулс это зависимость чисто инструментальная та самая номер 3 она не нужна а вот таблик у вас реально стоит и используется причем не просто таблик таблик версии версии 320 а фишка состоит в том что вот это вот давайте сделаем вот сейчас скажем минус минус help он тут дофига всего умеет в частности он умеет выбрасывать те модули которые вам не нужны ну и так дальше давайте давайте мы ему скажем пип фриз рекуа мент с и . тексты вот ну так и вот этот файл и рекламе 100 . тексты можно носить с собой в гите вот вот эту всю вот бодягу с собой в гите лучше не носить лишний раз а вот рекламе стекста с собой лучше носить тогда люди видя что у вас есть такой файл поступит следующим образом допустим у нас есть наш модуль к сожалению не успеваем сам модуль написать ну давайте создадим его венок вот вот есть модуль мы туда что-то за гид клон или там лежит клон нашего этого самого нашего модуля прекрасного да вот у нас есть модуль он называется report 2 который ничего не делает и в этом модуле под есть есть файл есть файл есть файл рекламе 100 . тексты вот значит все вот это наше окружение вот это наш каталог с нашим модулем и там среди прочего встречается встречается этот самый рекламе 100 рекламе 100 и мы говорим пип install минусы вот эту штуку он туда заходит он туда заходит install я сказал он туда заходит выбирает все что а блин сори я еще не вышел из того окружения вот 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 у нас пип лист пустой пип старый вот мы говорим пип install все рекламенции которые указаны в этом файле он туда заходит находит этот таблип ставит его ровно три два ноль и устанавливает значит в чем могут быть проблемы проблема первая ну и собственно их три и видимо о них придется еще раз поговорить я сейчас озвучу только так проблема первая мы все еще не умеем разделять сборочные и эксплуатационные зависимости конкретно все что мы понаставили в репот при фризе приехал в репот 2 вообще все все модули которые там были эксплуатационные сборочные левые которые мы случайно поставили проблема вторая это версии вот здесь вот четко указаны версии вот и иногда это неудобно потому что вот эта версия тут залипла а а в действительности вышло новое а старые а старое вообще не работает ну короче неприятно вот проблема третья это вообще вся инструментарий весь инструментарий зависимости питона очень зачаточный по сравнению с тем как устроен зависимости пакетов в linux в общем они только начинают с этим справляться вот и понятно почему почему он такой зачаточный когда вы работаете с linux дистрибутивом у вас централизованное хранилище куда люди по довольно четкому полисе кладут свои пакеты и этим в частности допустим в репозитории сизив цельность вот этого общего множества проверяется а когда вы кладете свой пакет на пупы максимум что проверяется что вы синтаксически правильно оформили паспорт невозможно вот в этом значит в этих сотнях тысяч пакетов от абсолютно любых людей со всех сторон потом принять проверить некую общую цельность я уж не говорю о том чтобы устроить какое-то дерево зависимости на первых установили пакет по зависимости а потом убрали этот пакет и все его зависимости тоже такого не бывает это очень тяжело вот поэтому так тем или иным способом программистам на питоне приходится вот эти вот зависимости разруливать как условно самостоятельно вот и об этом мы поговорим видимо уже сильно потом когда у нас будет лекция про пакетирование дипломент там мы к этой теме вернемся вот если есть какие-то да домашние задания постараюсь сделать сегодня видите у меня не получается пока это сделать еще еще к вчерашнему лекции домашку домашку не придумал но я обещаю что сделаю вот вопросы о да мне тут мне тут дмитрий советует поэтри я вот мы к этому самому к этой теме вернемся видимо надо будет посмотреть именно на поэтри есть еще пипенф есть еще там некоторые другие в общем надо выбрать что-то и про это рассказать спасибо я про поэтри помню вот если еще есть вопросы предложения говорите еще раз спасибо за поздравление я ну постараюсь чтобы все 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 я я очень хочу чтобы они сбылись а вот ваше поздравление ну и в общем видимо все мы с вами тогда дом вторника расстаемся во вторник у нас архитектура вот а по данной теме капитончику видимо до четверга все спасибо на этом видимо до встречи вот ну и в общем будем надеяться на все лучшее ну и в общем в общем а см Продолжение следует...